Приветствую вас, Аноним. Давайте разберем ваш вопрос. Основных моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание, будет несколько. Первое, это то, что у вас зависимость, зависимость означает связь вашей значимой, важной потребности с наличием или отсутствием чего-то, что делает человек. Ну или с самим человеком, или с восприятием человека, с образом человека. До тех пор, пока ваша потребность или потребности будут связаны с этим, ну, ситуация не изменится. Потребность нужно выявить и научиться по-другому удовлетворять, реализовывать. Зачастую потребность возникает из-за внутреннего конфликта, который вы можете как раз-таки разрешать, ну, создавать видимость разрешения. За счет человек. Это первое. Второе. Предыдущий аспект сводит к минимуму, к нулю, фактически к нулю. Сколько-нибудь определяющее значение убежденности в отсутствии перемен со стороны партнера. Потому что именно неудовлетворенность будет давать вам надежду снова и снова. И оправдание поступков человека, надежды на изменения, отсутствие окончательного решения в точке, связанное именно с тем, что бобря быть неудовлетворена. И есть страх, что она не сможет быть удовлетворена никак иначе, кроме как с этим человеком. Кроме того, вы говорите про норму, про привычку, но дело-то не в этом. Дело в том, что вы не доверяете себе. Не принимаете свои, скажем так, эмоциональные сигналы восприятия. У вас этого не получается сделать. Вы подвергаете, ставите под сомнение свои чувства. Норма у каждого своя, чувства у всех, пусть и похожи и одинаковы, но их интенсивность, точка хода в чувства и выходы из него у всех разные. Поэтому здесь вы, что называется, принципиально не в ту степь уходите, говоря про норму. Потому что для кого-то основываясь на чувствах и основываясь на, скажем так, приемлемости и неприемлемости в соответствии со своими ценностями, которые тоже, в общем-то, упираются в чувства. Для кого-то может быть не нормой, когда человек просто повышает голос на несколько, даже на одну октаву, и это уже является неприемлемым для человека. Я прошу не путать здесь неприемлемость и неприятность чего-либо. Неприемлемость все-таки, как бы, реализовывается посредством ценностей, посредством некоего видения того или иного. А неприятность является проявлением личных негативных переживаний, связанных с опытом, с прочным и так далее, с внутренними конфликтами. Следующий и последний момент, который я хотел бы озвучить, это целесообразность нахождения вас в состоянии, которое вы описываете. То есть, состояние зависимости, состояние такого вот страдания и прочего. У того, что вы долго находитесь в этом состоянии, есть причина. Это то, что в психологии называется вторичной выгодой. Вы находитесь в этом состоянии, потому что это вам что-то даёт. Да, это негативно, это болезненно, это ужасно, это больно. Но вам это что-то даёт. И это что-то важно. Настолько важно, что вы продолжаете оставаться в этих отношениях. До сих пор, пока не будет выявлено то, что вам даёт ваше положение, вы будете в нём оставаться. Вы никуда из него не уйдёте. Как бы плохо вам не было. А вся терапия, вся помощь вам по выходу из этого состояния будет упираться, как раз таки, в этот вот барьер. Вам не нужен какой-то совет аноним. Вам нужна психотерапия, вам нужна неоднократная, к сожалению, психотерапия по выходу из-за зависимости. В первую очередь, то, что сделать для вас необходимо, это, наверное, создание личных границ, такой вот подочкой безопасности между вами и партнёром. Да, я знаю, что партнёры не уважают ваши личные границы и, скорее всего, привык, что их нет, но ситуация от этого не меняется. Подучка безопасности необходима. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю всего самого доброго, вам удачи. Надеюсь, что ситуация реверсит.